Управление маркетинговой компанией. После включения режима «Компании», который используется для регистрации маркетинговых компаний, на экран выводится список компаний. Для регистрации новой компании необходимо нажать кнопку «Добавить компанию» и внести информацию в появившееся окно. Здесь указывается название компании, ее тип, а также статус компании. В раскрывающемся списке можно присвоить один из трех статусов, таких как «План», «В работе», «Выполнено». Также существует статус «Отмена». Далее указывается дата начала и дата завершения действия компании. Также можно указать планируемые даты проведения компании. Затем указываем требуемую цель. В обязательном порядке назначаем ответственное лицо, которое будет отвечать за выполнение данной компании. Ниже необходимо указать планируемые и фактические бюджеты. А также можно спланировать и указать ожидаемый отклик и ожидаемую сумму продаж. Для ввода информации о компании кликните по наименованию компании. После выполнения команды на экран будет выведено окно компании с активной закладкой «Информация». В закладке «Аудитория» имеется возможность просмотреть информацию об аудитории, привлекаемой к проведению компании, и внести необходимые изменения. Отбор аудитории для проведения компании осуществляется по следующим произвольно установленным признакам. По группе организаций. По организации. По группам контактных лиц. По контактному лицу. В закладке «Сделки компании» находятся сделки, заключенные вашей фирмой после проведения маркетинговой кампании. В закладке «Документы» содержится информация о документах, сопровождающих проведение рекламной кампании. Существует возможность и подключить к маркетинговой кампании уже существующие и введенные в базу данных документы, или добавить новый документ в систему после нажатия соответствующих кнопок и ввода данных в окно. Продолжение следует...